Про таких журналистов, как я, говорят, что они работают в полях. Ну, конечно, не вот так, не в прямом смысле. Это просто означает, что для съемок наших фильмов нам приходится покидать уютные телевизионные студии. А вот люди, которые действительно работают в полях, их на самом деле огромное количество, больше миллиарда. Это одна седьмая население всего земного шарика. И такой труд, он на самом деле очень тяжелый, поэтому не зря называется страдой. Но ура! В 21 веке он уже не ручной. Сегодня мы порулим сельхозтехникой. Выйду в полдень в поле с конем. Жарким днем мы тихо пойдем. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Да, некоторые считают, конечно, что и на мне пахать можно. Но нет, на протяжении веков вот она, идеальная для поля лошадиная сила. Одна беда, пошли, и лошадиная сила одна. А представьте себе, 550 таких красавцев. Вот он, главный трудяга местных полей. Ни в какое сравнение, да? А ты все равно красивее, ты все равно красивее. На самом деле в нем даже больше лошадей. Номинально 558, а максимальная мощность и вовсе почти 600. И передается вся эта мощь благодаря полному приводу на 8 спаренных колес. Еще бы, ведь этот монстр размером с небольшой дом. 7,5 метров в длину, 3 в ширину и почти 4 в высоту. А весит 20 тонн. Но это пустой. А у нас сегодня еще вот этот довесок. Такого трактора я в жизни не видела. И даже не представляла, что они существуют. Тезка, здравствуйте. Здравствуйте. Ну серьезный у вас агрегат, надо сказать. Здрасте. Ну что, Саша, станете моим инструктором по тракторовождению? Легко. Легко? Александр с говорящей фамилией Кобылинский в полях уже 15-й год. Раньше водил по ним 80 лошадиных сил, но почти 5 лет за рулем вот этого мощного трактора. Ну что, пересаживаемся тогда? Давайте. Вы уж простите, я всех подсижу, работа у меня такая. Ну что, закрываем дверь. С чего начнем? У нас с вами работа, но нельзя сказать непаханное поле, потому что поле вы уже распахали. Что мы делать-то с вами будем? Культивировать, выравнивать перед посевом поля. То есть вы очень культурный водитель, культивируете поля. Хорошо, поехали культивировать тогда. Что делаю? Выжимаю сцепление. И вот тут небольшой ступор. Педали на тракторе три, но вы будете удивлены. Центральной педалью опускается руль. А, руль опускается. Все. Остальные – это сцепление и тормоз. А газ где? Вот здесь? Да, это и руль. Ага, вот оно как. И это не главное отличие от обычной машины. Тут полуавтоматическая коробка передач, но самих передач. 16 вперед и 2 назад. 16, передач только вперед и 2 назад? Ничего себе. Заводится, правда, вся эта махина с ключа. О, завелись. Хорошее начало. Это радует. Осталось нажать на сцепление и снять трактор с паркинга. Ну, включайте вперед, и он… Все, сейчас поедем. Вперед. Все, отпускайте. О, мы с вами поехали. Так. Слушайте, ну так он хорошо с места в каретах. О! Два турбонагнетателя обеспечивают оптимальную работу шестицилиндрового дизеля на разных оборотах. Ну, тронуться-то я тронулась. Теперь развернемся. Ну, так раз, конечно, нежелательно. А, за нами же еще, да, культиватор. И встанем ровненько к кромке, которую Александр уже успел прокультивировать. Мне всегда она потом передала. Вот она, вся правда о программе «Дай порурить». Саша рулит, потом будем переделывать. Да? Пока, правда, и переделывать нечего. В пылу и в пыли руления я совершенно забыла о главной цели своего вождения. А, все. Отпустим культиватор. Культиватор с шириной в 12 метров и весит 9 тонн. Именно он, грызаясь в землю, пропалывает ее и перемешивает верхний слой, готовя почву для посевной. 8 километров в час. У-ху! Можно еще быстро. А я же это... Надо, наверное, переключить передачу. Вот две кнопки. Выше, ниже. Побучше? Верхняя, да, выше. Ну что, поехали? Вау! Восьмая передача впечатляет. Ничего себе. Класс. И скорость 10 километров в час. Практически как у пешехода. Да? Можно еще десятку, двенадцать. Давайте десятку. Ничего себе. Вот это да. Ну тогда надо двенадцатую. Ну, пробуйте. Пробуй. У-у-у! Вот это я понимаю. Вот, 14 километров в час. И на всех парах мы приближаемся к кромке поля. Культиватор кверху. Так, культиватор кверху. Вот это за ним. Подняли. Да, вот это. Нажать, он поднимет. Все, можете разорачивать. В это сложно поверить, но монстр общим весом в 30 тонн железным хвостом разворачивается с радиусом меньше 6 метров. Слушайте, ну да, он вообще практически вот, вот на месте крутится. Если бы я еще не боялась культиватор зацепить. Такой гибкости от тракторов я, честно, не ожидала. А все? Сложно сочлененная рама. Это как? Это что он пострадине ломает. Складывается пополам. Но прочувствовать такие габариты, особенно сзади, дело требующее привычки. Вау, вау, вау. Все хорошо? Хотя через 20 минут у меня начинает неплохо получаться. Даже переделать не будете? Может быть. Здорово как. Вот это лучший комплимент. Но современные машины пахоту все же сильно упрощают. Тут практически все компьютеризировано. Датчики, кнопочки, автоматические системы работы двигателя и контроля продуктивности, анализ состояния поля и трекинг GPS. Конечно, хуже, когда трактор умнее, чем тракторист. А этот умнее, да? Да. Это вы сейчас меня называете трактористом? Я же сижу за рулем. Я в общем. Да? Даже про себя. А насколько умен он, трактор сейчас каждый поймет. Тракторист включает автопилот. Ну вот, как-то так. И машина взяла управление на себя. Еще дальше он сам. В общем, по большому счету, современный трактор. Так и рулится. Просто песня. В прямом смысле. То есть в этот момент вы как раз и поете? Да? Снова. Серьезно? Прям сидите и поете? Ну, а чем больше заняться? Споем? Давайте попробуем. Давайте. Но те, кто считает, что в поле можно только пахать, ну и петь, сильно ошибаются. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Белоруссия, конечно, страна полей. Даже на флаге республики и там поле. Так что работы тракторам здесь хватает. Но это не паханное поле. Мы сегодня... Здравствуйте, Евгений. Я так понимаю, что пахать не будем. Так точно. А чем займемся? Погоняем. Погоняем? Погоняем. Пару лет назад на Минском тракторном заводе придумали устраивать соревнования собственной техники. Это и тракторный биатлон, и противостояние колесных и гусеничных машин. Но самое главное – это гонки. Гонки на тракторах. А это, да-да, это и есть наш герой Евгений. На пути к своей победе в соревнованиях, пути по бездорожью со скоростью в 40 км в час. У меня на гонках был трактор «Беларусь-3522» мощностью 380 лошадиных сил. Это, в принципе, тот же трактор, но немножко с двигателем меньше лошадиных сил, но он не уступает. А сколько у него? 355. Но все равно этого хватит, чтобы вы меня покатали и удивили, да? Это точно, да. Укатайте, обещаете? Укатаем, обещаю. Да-да, если есть гонки на тракторах, то я просто обязана прочувствовать их на себе и своей пятой точке. Оп, вот мы и в кабине с вами. Так, как бы мне здесь сесть-то? Как-нибудь за эти вот. Обязательно держаться, да? Обязательно. Хорошо. Ну, Евгению виднее. Он заводит этого колосса. И, не теряя времени даром, рвется в бой. Какая у нас уже скорость? 5 километров в час. 10. 10. Такое ощущение, что не с полем, а со мной. А со стороны кажется, будто трактор собрался на взлет. Поверьте, в кабине тоже царит ощущение полета. Но легкостью это язык не поворачивается назвать. Ай, у нас тут отмолилось. Ай, у вас подголовник отлетел. Да? У кресла, да. Рядовые, то есть полевые трактористы наверняка считают такие гонки блажью. Что ж такое? Почему-то ей не выдали краску. Но, во-первых, это отлично заменитель краш-теста. А, во-вторых, Евгений не тракторист. Я вообще инженер по обслуживанию этих тракторов. То есть вы их чините? Да, я их чиню. После того, как сломаете? Да, так что могу себе позволить. О! Господи, что-то еще отвалилось, по-моему. Это мой позвоночник осыкнулся. Слушайте, я беру свои слова. А-а-а! Братно, братно! То, что 40 километров в час, это не скорость. При этом, при всем, Евгений и рулит, и держится, и еще переключает все 60 передач. А зимой, кроме того, справляется с заносом. Словом, такие ралли доказывают, что машины, что те, кто ими рулят, готовы к любым испытаниям. Вот это мы дали! Правда, пассажиров с собой все-таки лучше не брать. Вот так вот было постоянно у нас на гонках. А это так мы покатались. Кошмар! Ну, мы удержались, нормально не повелись. Ну, удержалась, да. Не, ну, синяк, наверное, будет. Ну, ничего страшного. Вот, работа такая. Работа такая. Ну, без серьезных травм. Ох, мама! Все! До свидания! До свидания! До свидания! Это были мои первые и, пожалуй, последние гонки на тракторах. А нам пора в злачные места. Не пугайтесь, это я про пшеничное поле. Нихаю! Ну, смотрите, вот. Вот результат моей работы. Серьезно? Нет, это совсем мизик. Если с серпом, то практически это невозможно убрать. Такие поршни вожать. И Михаил знает, о чем говорит. Ведь он дважды лучший комбайнер страны. Ну, а вы за день сколько собираете вообще? Это можно было более 400 тонн. До полутысячи набрать. До полутысячи тонн зерна в день. Да, да. У меня были такие результаты. Ну, тогда да. Это, пожалуй, нам сегодня не пригодится все-таки. Ставлю это здесь. Да, пойдемте, я вам покажу. Покажете настоящую работу в поле. Ну, давайте. А в работе Михаилу помогает эта суперсовременная машина. Ну, что, дадим стране хлеба, а вам зрелищ. Садимся поудобнее. Да уже удобно. Тут такая кабина, как у самолета. Да, у меня у старого мы с вами так сидели, блячу, блячу. Да, настолько узко. Да, да. Они же это самое делают для человека. То есть, изначально сделали кабину, а все остальное потом. А все остальное впечатляет не меньше. Этот комбайн весит даже без жадки. То есть, без передней насадки 17,5 тонн. А внутрь может набрать еще 9 тысяч килограммов зерна. Его шестицилиндровый дизельный двигатель выдает 524 лошади. А рулиться этот табун может абсолютно автоматически. Такое, кстати, впервые в мире. Но Михаилу нравится самому контролировать машину. Уключаем зажигание. Вот и лампочка потухла. Автоматическая коробка передач – это только первый автомат. Дальше больше. Один компьютер загружается, второй. Это у меня ставит флешка. Это вот пишет, что наставка бункера. Запускаем молотильный аппарат. С одного джойстика. Да, это вот все. Добавляем, вот газ. Теперь вторую кнопку. Запускаем жадку. На тормозах уже не поедешь. Надо отпустить тормоз. Тормоз тоже с кнопочкой отпускается? Да, все кнопочки. Кнопочкой же опускается жадка. Вот теперь мы на страде. И вы полюбуетесь, как красиво Михаил страдает. Точнее, убирает. Но такое умиротворение только со стороны. Острые ножи жадки ходят с частотой почти 3000 раз в минуту. То есть в циклах за 60 секунд 1334. Срезая весь урожай подчистую. А вот, кстати, сейчас уже плохо видно там зерну. Вот, это у нас наше зерно. Да, да, да. Слушайте, ну прям столь. Это вам не сейф. Вращающаяся мотовила расправляет колоски, помогая ножам срезать стебли. Пшеница по наклонной камере попадает внутрь комбайна. На ее пути сразу три барабана. Тут вниз на транспортирующую решетку осыпается часть зерна и мелкие фрагменты соломы. Но основная часть увлекается продольным ротором дальше. Это вращение отмолачивает остатки зерна. Все оно по каскаду решеток отправляется на ленту, где сложная система обдувки отделяет зерна от плевел. Так что со дна комбайна в бункер отправляется уже зерно, которое не только собрано, но и практически готово к употреблению. А все измельченные стебли остаются ровной дорожкой. За нами следом. Это самое. Вот у нас 70% ступного. То есть на мониторе у меня загорело вообще 70%. У нас маячок сверху сработал. Вот, все, мы останавливаемся, чтобы через верх не пересыпать. Машина-подборщик увидела наш сигнал издалека. Она уже спешит на помощь, а мы выдвинули трубу. Вот и все, и начинает сыпаться. Действительно, это прям ниагарский водопад из зерна. Дождик начинает. Сколько мы с вами будем наши 9 тонн ему передавать? Ну, это буквально там 2 минуты. 2 минуты? Эта скорость поражает. А собирает Михаил эти тонны всего за четверть часа. И разворачивается на этом колоссе. Вон, мастерски. Разворачиваемся. И вот приблизительно прикидываем, чтобы нам правой стороной жадки выйти на край скошенного. То есть где-то приблизительно вот здесь, в этом месте, зарезаемся. Вот так, чтобы более-менее потом не оставалось. Ну-ка, 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 ну-ка. Какой трон тут у вас прям вообще? Вам невысоко? Высоко. Вашему высочеству, признаюсь, все кресла обычно большеваты. Поэтому... Оп, спустили меня все-таки с небес на землю. Ладно. С чего начинаем? Вот эту вот желтую кнопочку вот так. Пальчиками. Это что у нас за кнопочка? И нажимаете. Это жадко запускаете. Жадко запускаете. А, то есть... Поднимаете. Ага. Не отпускаете. Я отпускаю. Все. Оп, заработал. Но как только я начинаю движение, становится ясно со стороны, как обычно. Все казалось куда проще, чем оказалось. Слушайте, так кажется, вот такая вот махина, несколько десятков тонн. Казалось бы, вот ты ее отпустили. Левее, левее. Она должна, по идее, прямо ехать. Вот так. Нет, Михаил человек очень вежливый, поэтому уже спустя минуту выдает мне комплимент. В принципе, неплохо справляетесь. Серьезно? Да. Как приятно. С вас выйдет хороший комбайнер. Но проблемы начались, как только впереди замаячил край поля. Сейчас потихоньку джойщик сзаду. Сюда, назад. Да. Не потихонечку, не надо. Надо нежно. Представляете, насколько мы нежные комбайнеры люди. И комбайн, хоть неторопливый, огромный, очень чувствительный. Теперь джойщик от себя, от себя. И на себя, потихонечку, опять же, нежненько. Ага, то есть вот она, наша задняя передача. На обычный разворот у меня ушло 3 минуты, потому что потихонечку... Потихонечку. 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 Сюда, в горе, и на рысь. Но во время этих неспешных маневров я забыла о самом главном. О жатке. И все-таки вывела Михаила из себя. Назад. Стоп. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Назад. Назад. Вот так. Газа, газа. Куда? Не джойщиком, а вон. Рукояточку. О, еще раз. О. Так. Вот так. Отпустили. Нежненько. Нежненько. И нежненько поехали. Это надо нежнее делать. Хорошо. Я очень стараюсь. Я если бы меня не слышали, я бы вам сказал. Нет, я не только разогналась до непростительных 4,5 км в час, но еще и возомнила себя грозой полей. Вы посмотрите на руль. Джойстик нежнее. Не надо резко гулять, крутить. А говорят, что механизаторы грубые люди, да? Нет, не правы. А порой это вот обидно слышно. Да? Мы скажем, что комбайнеры самые нежные люди. Да? Ну, вот вы уж убедились об этом. Лично я убедилась еще и в том, что комбайнеры, комбайнер из меня никудышный. Так, ну все, хватит наверх, да? Ну, я же смотрю часа. Оп, что дальше делать? Включаем верхнюю желтую кнопочку. Стоп. Все. Ну вот, три тонны на молодцы. Три тонны. Для начала, да. Дала стране хлеба. Спасибо, Михаил. А почему вы убедились комбайнеры? Да, хорошие руки. Рабочие. Как получилось-то у меня? Ну, для начала неплохо. Думаю, будет хуже? Да, я думал, что будет хуже. Поднатаскать немножко и... И вперед? Да, можно работать. Я пойду, пожалуй, а вам большого удачи. Спасибо вам большое. Да, собрала всего три тонны, убрала всего полтора гектара, а вот Михаилу осталось еще каких-то восемьсот. Ну, работенка. Да, мало того, что я и Михаила притормозила, так еще и волокни очень правильно сделала, пока вихляла на комбайне. А ведь это сено еще понадобится. И от ровности вот этой дорожки с ним сильно зависит хорошая работа Виталия. Так что и моя жизнь немножко испортила. Сейчас будем исправлять. Ох, ну, Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Муж, простите, я не очень ровненькие дорожки сделала, видите? Нормально. Нормально? Справимся? Да, конечно. Что нам с ними нужно делать? Прессовать солому. Прессовать солому? Как это происходит? Ну, солома попадает туда, в камеру. Извлечается, связывается. И выскакивая на улицу. То есть получается такой, как бы, да? Да, квадрат. Квадрат, брикет. Да, брикет, 500 килограмм весит. Каждый? Да, каждый. В этих брикетах вон все поле. Только так солома не развеется по ветру. В полях ничего не пропадает зазря. Метров 20 брикет, метров 20 брикет. 20-30, смотри, какая масса. И сколько вы таким брикетом делаете сзади? Был рекорд 1100. Сколько километров тогда получается на тракторе проехали? Ну, больше сотни. Сама прессовальная машина весит столько же, сколько 300-сильный трактор. 10 тонн. И спрессовывает солому с давлением в 50 атмосфер. Может, и 200, но, говорят, не выдерживает сам шпагат. Как думаете, я справлюсь? Да, что ли? Да? Может, махнемся тогда, не глядя? Прямо на ходу? Да, вы что? Оп, села. Да, я же не еду без остановки. И что? И даже никуда нажимать не надо? Нет. То есть просто вот еду и не еду? Да. Вот если хорошо поработал Михаил, то вы прям сидите и даже уже и не рулите. Да, да, да. Кажется, ничего сложного. Даже передачи не переключаем. Едем на пониженной и со скоростью не больше 5 километров в час. Но это надо быть очень спокойным человеком. Кажется, реально, еще медленнее, чем комбайн. Ведь, чтобы проехать на нем сотню, это же 20 часов. Вот так. У вас, да, у вас здесь очень по-домашнему. И ушечки всякие, и игрушки мягкие. Да? Да. Потому что много времени тут проводите. Практически второй дом. Да, да. Домой пришел, на детей посмотрел, переспал, пошел. Работа тяжелая. Я уже привык, 17 лет. За 20 минут тут я напрессовала почти 10 тонн соломы. А лицо Виталия за это время видела лишь мельком. Виталий прям вот не поворачивается. Вы даже не очень интересует, как я что там рулю. Главное, чтобы сзади у нас все работало, да? Да. Ну, бывает, чтоб не подбивало. Волок маленький. Да, что там, даже после остановки. Все, и стоим. Все, в общем-то, просто. Класс. Виталий, нет-нет, но да, опять туда. Да мы не едем вы весь там все равно. Вас как еще не затянуло в этом попрессовальном? Все равно вова туда лезет. Когда за рулем своей машины едет, за то, что она все время назад оглядывается. Да, жена уже говорит, смотрю перед, а не за. Серьезно? Ну, за привычку. А это, кстати, отец Виталия. Тоже Виталий. И тоже работает с тюками. Правда, по-своему. Получившиеся за день тюки складывают в скирды. Это такие гигантские прямоугольники. В одной скирде примерно 600 тюков. А это ни много ни мало. Почти 400 тонн соломы. И это результат полевой работы всего за один день. Оцените масштабы. Да, только побывав тут, понимаешь, насколько сложна эта работа. И ведь это даже сейчас, в 21 веке, с мощными и умными машинами. А каково приходилось в полях без руля, я даже представить себе боюсь. Боюсь. Оцените масштабы. Продолжение следует...